Время бежит быстро. 9 января, кажется, было совсем недавно. Мы собрались на первое тренировочное занятие, а сегодня уже в преддверии старта чемпионата Республики Беларусь по футболу. В целом, если охарактеризовать подготовительный период, то он прошел без каких-либо срывов, прошел планомерно. Как ни банально это сказано, все, что мы планировали, это и по количеству спаррингов, и по учебно-тренировочному процессу в целом выполнили. Конечно, то количество спаррингов, которые мы провели, не соответствует тому времени, чтобы добиться какой-то слаженной игры, когда формируется новая команда. Поэтому, с учетом всех этих моментов, становление команды будет продолжаться, наверное, на протяжении всего чемпионата. К негативным моментам можно отнести то, что, к сожалению, из-за микроповреждений, из-за болезни, мы так и не смогли ни один матч провести, скажем так, номинально основным составом. Конечно, это минус. Но худо без добра не бывает. Зато посмотрели всех потенциальных кандидатов в главную команду из нашей академии. Я считаю, это плюс. И не вижу ничего удивительного, если в заявке будут ребята и 2006 года, если в стартом составе будут ребята и 2005 года, и 2004 года. Поэтому средний возраст приблизился к 19 лет. Конечно, мне сегодня мои знакомые ребята из Латвии звонили, спрашивали, а как? Я говорю, да никак. Свисток и начинаем играть. В моей тренерской карьере это будет самая молодая команда. Может быть, ее можно было бы сравнить и с той командой 13-летней давности, наверное, в Минском. Но я думаю, что эта все-таки команда будет помоложе. Какие ожидания? Знаете, есть такая пословица. Молодости свойственна нестабильность. Поэтому хотелось бы, чтобы эта стабильность быстрее пришла. Что касается моих ожиданий, то, вы знаете, я готов принять любой результат, какой бы ни был. Поэтому это наша профессия. Вопрос только состоит в том, если это будет что-то не так, надо будет быстрее искать выходы для исправления этой ситуации. Я думаю, что все ребята, все ребята, хотя для кого-то это будет вообще первый выход в высшей лиге. Поэтому самое главное на сегодняшний день, наверное, побыстрее справиться с волнением. А волнение, оно было, есть и будет. Как я говорю, что тот футболист или тренер, который не волнуется, значит, он безразличен к своей работе. С учетом, скажем, всех сборных, молодежных, молодежной сборной и юношеских, у нас мы сейчас получили официальное приглашение шестеро в молодежную сборную, двое в сборную У-20 и в юношескую сборную два человека у нас уехало. Я думаю, это, наверное, связано с тем, что все-таки упор в этом году сделан на местных, на своих воспитанников. Наверное, тренеры этих сборных следили, и какое количество людей привлекалось к тренировочному процессу, какое количество выходило на футбольные поля, чтобы даже в основном составе. Наверное, с учетом этого и можно сказать, что на сегодняшний день футбольный клуб – это базовый клуб молодежной сборной Беларуси. Уважаемые болельщики, приглашаем вас на открытие чемпионата Республики Беларусь. Нам нужна ваша поддержка, молодая команда, которая хочет добиться хорошего положительного результата и порадовать вас хорошей игрой. Ждем вас на стадионе. Субтитры создавал DimaTorzok